Торжественное мероприятие, посвященное началу учебного года в городском лицее номер один имени Пушкина, прошло в лучших классических традициях учреждений такого формата. Учатся здесь мотивированные старшеклассники, те, кто уже определился с направлением своей будущей деятельности и сегодня смело идет к заветной цели, особенно это касается 11-классников. Честно, не верится. Не верится, что последний год, последние деньки. Это на самом деле, мне кажется, когда будет последний звонок, тогда уже что-то нахлынет. Ну, честно, эмоции вообще переполняют. Волнительно, конечно. Будет тяжело, будет, конечно, несомненно, будет очень тяжело, но это того стоит. Это того стоит. Поздравить юношей и девушек с началом нового этапа в их жизнь пришли и представители вертикали власти. В своих приветственных словах они не раз отмечали сегодня развитию системы образования, совершенствованию материально-технической базы уделяется особое внимание. Строятся новые школы, детские, дошкольные учреждения, совершенствуется новая социальная инфраструктура. Что касается непосредственно лицея номер один, конечно, это гордость не только нашего города и области, но и республики. Как пример это служит то, что из 4570 выпускников 1200 золотых и серебряных медалей получили ребята по окончании учебного заведения. Вы знаете, что у нас рождаемость высокая последние годы, и тоже государство планирует, и в социальных прогнозах развития до 2020 года страны тоже это заложено. На 2018 год только по стране будет вводиться 17 дошкольных учреждений в строй, в том числе по Бресту, по этим вот нашим новым микрорайонам, которые строятся. Заречный и так далее будут вводиться два дошкольных учреждения. То есть все спланировано, все идет правильно, и все для людей и для нашего подрастающего поколения, потому что это наше будущее. К новому учебному году в лицее был проведен капитальный ремонт спортивного зала, что стало настоящим подарком для учащихся и педагогов. Однако на этом сюрпризы для учреждения не завершатся. В 2018 начнется масштабная реконструкция фасада здания лицея. На проведение работы будут выделены бюджетные средства. По распоряжению главы нашего города, мэра города Рогачука Александра Степановича, начнется в этом учебном году модернизация здания и территории лицея. Потому что 27 лет, мы 28 учебный год вступаем. Проектная документация готова. Осталось только дать зеленый цвет, старт и мечта всех лицеистов и всех учителей будет реализована. На торжественной линейке в гимназии номер 6 имени маршала Советского Союза Георгия Жукова счастливого плавания в море школьной жизни желали виновникам торжества первые лица города. Поздравления мои сегодня, конечно же, адресуются и тем, кто первый раз приходит в школу, и тем, кто уже учится и не первый год в гимназии, в частности, шестой, да и всем учащимся города Бреста. Мои поздравления сегодня учителям и огромное им спасибо за их благородный, кропотливый, тяжелый труд. Перед ними стоят очень большие задачи по воспитанию будущего поколения нашей страны. На площадке шестой гимназии фотографов не меньше, чем главных виновников праздника – первоклашек. Каждое фото на вес золота, ведь первый звонок бывает только раз в жизни. Среди самых маленьких учеников, которые только начинают свое большое путешествие в мир знаний – Назар и Лев Ермошек. К первым шагам по лестнице знаний братья готовились активно. Я писал, но потом я еще читал, еще мы еле-еле костюмы нашли. Немножко волнуемся, еще у нас сюда ходит наш друг из садика, и у нас есть уже один друг. Волнительно, прям, ну, как-то так трогает до слез, потому что всегда вспоминаешь тот комочек, который ты родил. Кажется, как быстро прошло это время, что вот уже ведешь детей в первый класс. Конечно, очень волнуюсь, наверное, я даже волнуюсь больше, чем дети. Ну, я думаю, что у них все получится. Начало нового учебного года отмечают 37 600 брестских школьников. 4 600 из них сядут за школьные парты впервые. Это больше, чем в прошлом году. И надо сказать, что такая тенденция прослеживается в целом по Республике Беларусь. В этом году за школьные парты сядут более 4 тысяч по сравнению с прошлым годом первоклашек. Это в первую очередь говорит о том, что в страну знаний приходит больше людей, которые через 10 лет станут врачами, педагогами, инженерами, рабочими. Это рабочие руки, которые будут приумножать богатство нашей страны.